Для жительницы дома по проспекту строителей настало время платить по счетам, только уже не по коммунальным. Приставы пришли не с пустыми руками, а с решением суда о принудительном выселении. В квартире никого, дверь приходится вскрывать. В присутствии представители и взыскатели ЖЭО Первомайского района города Бобруйска, участкового инспектора отдела милиции Первомайского района города Бобруйска, судебных исполнителей. Здесь уже давно нет ни света, ни тепла. Квартирантка не платила по счетам с 2015-го. Как известно, она два года живет в России. Однако внутри все следы пребывания. В коридоре с топкой сложены повестки. На балконе сохнет одежда, в раковине немытая посуда. Когда женщина вернется, внутрь попасть не сможет. Вещи арестованы в счет долгов. Должники погашали задолженность частично. На сегодняшний день более 8 тысяч задолженность за жилищно-коммунальные услуги и плату за пользование жилым помещением. Это жилое помещение является арендным. В доме по бульвару при Березинскому ситуация другая. Бывшая хозяйка квартиры не успела приватизировать жилье, и оно перешло в разряд арендного. Теперь ее сыну придется покинуть родные стены из-за неоплаченных счетов. А это почти 10 тысяч рублей. Капала сумма с 2014-го. Этот поломанный диван, старый шкафчик и неработающий телевизор сменят место жительства вместе с хозяином. Вместо двухкомнатной квартиры – необустроенное жилье в 26 квадратов. Такова цена неоплаченных счетов. Принудительное выселение – дело нередкое. В этом году в Бобруйске уже 10 случаев. За тот же период 2021-го – всего 7. Повод для таких радикальных мер – задолженность по жилищно-коммунальным услугам и аренде в течение минимум 6 месяцев. Однако есть и другие способы борьбы с неплательщиками. Судебные исполнители принимают меры обеспечительного характера, такие как обращение взыскания на имущество должника, на денежные средства. Также обращаем взыскание на заработную плату. Сейчас в Бобруйске больше 2000 неплательщиков. Общая сумма задолженностей – 812 тысяч рублей. Чтобы не пришлось ночевать по новому адресу, не стоит пренебрегать счетами. Тогда и совесть будет чиста, и сон спокойнее.